Приветствую! Сейчас мы поговорим о двух законопроектах. Это законопроект 10.294, который уже окрестили некоторые люди как законопроект о демобилизации. И второй законопроект, это законопроект 10.292, тот самый акт, которым я вас чуть-чуть пугал вчера. Вот о них сейчас мы будем говорить и разбирать, что в них написано. Итак, первый законопроект это 10.294. Его, как я уже сказал, называют законопроектом о демобилизации, хотя с юридической точки зрения более корректно было бы сказать, что это законопроект об увольнении из ЗСУ. Почему? Потому что все-таки демобилизация это немножечко другой механизм. Здесь же мы говорим именно о новых основаниях для увольнения из ЗСУ. Этот законопроект подал Алексей Гончаренко и предлагает он, по сути, там два момента основных. Момент первый, изменить статью 23 закона о воинской обязанности и воинской службе. Этой статьей устанавливаются сроки воинской службы, то есть сроки пребывания на воинской службе. И то предложение, которое он делает, звучит так. Максимальный срок пребывания на воинской службе человека, которого призвали в связи с мобилизацией во время военного положения, 18 месяцев. И, соответственно, по истечению 18 месяцев, человек имеет право на увольнение с воинской службы. И это второе предложение, которое сделал Алексей Гончаренко, это изменить 26-ю статью закона Украины ОВО и ВС и добавить новое основание для увольнения из ЗСУ. И это основание звучит так. Пребывание на воинской службе более 18 месяцев. И вот с этим основанием я хочу чуть-чуть подробнее разобраться и почитать сам законопроект, потому что там не все так, ну, скажем так, четко, понятно и однозначно. Давайте посмотрим. Вот этот законопроект. И здесь мы что находим? Находим мы вот такие слова. Второе предложение, да, вот сюда будем смотреть. Итак, пункт 2 частины 4 статт. 26, дополнутое під пунктом Г такого зміста. У раз, если військовослужбовцы висловили не меньше 18 месяцев військовой службы за призовом під час мобілізації з дня набуття такого права, если військовослужбовцы не висловили бажання продовживать військовую службу, але не пізніше трех місяців з дня подання рапорту на звільнення звійськової служби. Здесь очень хорошо, что даже установили граничный срок рассмотрения рапорта, поскольку мы сталкивались с такими ситуациями, когда рапорт не рассмотрен, да, то есть ты подаешь рапорт на увольнение, а рассмотрение этого рапорта затягивается. И, соответственно, вот здесь очень хорошее предложение, чтобы те люди, которые подали рапорт, четко понимали, что рапорт не может рассматриваться более трех месяцев. И, соответственно, таким образом мы в какой-то мере усиливаем защиту прав военнослужащих. Далее мы смотрим, что еще здесь в этом же предложении, что сказано. Касается вот это про 18 месяцев не всех. Обратите внимание, не всех, потому что есть исключения. И смотрим, кого касаются теперь исключения. А тих, кто начасно бутя право на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах обороны України під час дії военного стану, беруть безпосереднюю участь у веденні воєнних бойових дій у вызначенных районах ведення таких дій протягом трех месяцев після завершення виконання таких завдань. То есть здесь мы что видим? Что если человек прибывает непосредственно на нуле, либо выполняет какое-то там задание, не знаю, там ДРГ какая-то, еще что-то подобное, то даже несмотря на то, что человек уже получил право на увольнення, то есть уже 18 месяцев он отслужил, он все равно продолжает службу до того момента, пока не закончится выполнение вот этого задания, вот этого боевого задания, вот этого участия в военных действиях. И, конечно же, вот здесь мы понимаем, что это понятие растяжимое, что получается так, что те люди, которые вот в момент, когда они отслужили уже 18 месяцев, находятся, ну, условно, где-то в тылу, то они имеют возможность уволиться. А тот человек, который пребывает вот там непосредственно в окопе, он, получается, не может уволиться. И, по сути, мы приходим, судя по всему, к тому, что пока не будет ротации, пока его не заменят, он уволиться не может. Он будет продолжать выполнять свое боевое задание, и только когда будет проведена ротация, только тогда его можно будет уволить. И он сможет подать рапорт и уволиться. Ну, вот такое, не знаю, сложно мне здесь дать какую-то такую человеческую, даже, может, юридическую оценку, потому что все-таки я прекрасно понимаю, что, ну, вот боевые действия и вся эта обстановка, она накладывает определенную специфику. И здесь вот, конечно, с одной стороны чувствуется такое некоторое ограничение неравенства в правах. Ну, а я думаю, что с точки зрения того, что у нас происходит, наверное, это допустимо. И второй законопроект номер 10292, о котором мы говорили вчера, и который нас несколько так напугал, да, потому что держали интригу. Позавчера была зарегистрирована карточка на сайте Верховной Рады, а сам текст законопроекта появился только сегодня. И поскольку он касался воинского учета, нас это несколько держало вот эти два дня в напряжении. Ну, вот теперь можно свободно уже выдохнуть. Почему? Потому что данный законопроект 10292 касается только Бюро экономической безопасности. Все, только их, только, соответственно, сотрудников этого бюро и всех остальных людей он не касается. Поэтому, что можно сказать? На сегодняшний день пока никакого текста законопроекта, вот того глобального законопроекта, который анонсируют, который касается принципиальных изменений в сфере мобилизации, в сфере порядка выдачи повесток, в сфере предоставления отсрочек и так далее, его пока нет. Ну, и мы, что называется, замерли в ожидании. Что же касается вот этого условия, которое у нас сегодня появилось, что можно будет уволиться тем, кто отслужил 18 месяцев, у меня есть, ну, не знаю, хорошие-хорошие мысли. А может, я просто ищу то, что мне хочется найти, как очень часто мы делаем. Что я имею в виду? Когда для страны стоит угроза выживания, никто в здравом уме не подаст такой законопроект. Потому что, если для страны вот стоит экзистенциальная проблема, то никто не разрешит увольняться со службы только лишь потому, что ты отслужил 18 месяцев. Почему? Ну, потому что стоит угроза выживания. Все, у нас задача другая. У нас задача не твое психологическое состояние, не твое, там, физическое состояние. У нас задача всем выжить и сохранить страну. И к чему я веду? Мне думается, что политическая партия, которая подала этот законопроект, она что-то знает. Что-то знает, и я надеюсь, это что-то, это что-то хорошее, и это что-то хорошее, ну, как минимум, связано с заморозкой конфликта. А, возможно, мы получим даже более позитивные новости. Ну, а, возможно, это просто мой мозг ищет то, знаете, то, за что можно было бы зацепиться на пути к хорошему. А хорошим, безусловно, для нас является окончание боевых действий и воцарение мира на территории нашей страны, чего я всем вам искренне и желаю. До новых встреч. Пока-пока.